А сейчас пересказ фильма «Близость». Приятного просмотра. Не забывайте подписываться на канал и телеграмм, там много интересного. Дэн – молодой писатель, идущий по улице в центре Лондона. Он замечает молодую женщину с короткими рыжевато-крашенными волосами, идущую в противоположном направлении. Они встречаются взглядами и начинают улыбаться друг другу. Не привыкнув к тому, что в Великобритании машина ездит по левой стороне дороги, она, посмотрев не в ту сторону, переходит дорогу и попадает под машину. Дэн бежит к ней, она поднимает голову и говорит. Она не сильно пострадала, кроме ушибленного левого колена и нескольких порезов и синяков. Дэн отвозит ее в больницу, где они начинают знакомиться. Когда они выходят из больницы, они проходят через парк, который Дэн помнит с детства. Они проходят мимо стены и замечают, что на ней написаны имена пожарных, полицейских и всех тех, кто отдал свою жизнь ради спасения других людей. Они садятся в автобус и продолжают свой разговор. Мы узнаем, что Дэн начинающий писатель, который подрабатывает написанием некрологов. Молодая американка представляется Элис Эйрис. Она рассказывает, что она стриптизерша из Нью-Йорка, которая приехала в Лондон, чтобы разорвать неудачные отношения. Наконец они приезжают в офис Дэна. Он прощается и начинает уходить, но потом оборачивается. На вопрос, есть ли у него девушка, он отвечает да. Год спустя Дэн фотографируется в маленькой студии художника Анны. Дэн и Элис живут вместе, и Дэн написал роман о своей романтической жизни с Элис. Анна фотографирует его для обложки его недавно вышедшей книги. Анна – американский фотограф, который в основном снимает портреты незнакомых людей. Она упоминает, что ей нравится ходить в океанариум и делать там фотографии людей. Она рассказывает Дэну, что в настоящее время живет отдельно от своего мужа. Он узнает, что прочитал его книгу, и она ему понравилась. Они целуются, и она узнает, что у него есть девушка, и книга основана на ней. Она прекращает поцелуй в тот момент, когда он признается, что она ему очень нравится, и ему нужно с ней увидеться. Она просит его забыть об этом. В этот момент раздается звонок в дверь, и это Элис, которая пришла на встречу с Дэном, только что освободившись от работы в местном кафе. Он пропускает ее в студию, где они с Анной встречаются. Элис просит Анну ее сфотографировать, и Дэн уходит, чтобы они могли побыть вдвоем. Она начинает фотографироваться, и Элис рассказывает, что слышала их разговор по домофону, когда была внизу. Она отворачивается, и Анна начинает извиняться. Элис возвращается со слезами на глазах и кричит Анне, чтобы та сделала снимок. Чуть позже Дэн сидит в своей квартире за компьютером. Он находится в чате и ради шутки вошел в него под именем женщины. В сети он знакомится с другим мужчиной, которого зовут Ларри. Он дерматолог и сексоголик, который заходит в сеть во время работы. Когда он спрашивает у Дэна имя, тот говорит ему Анна. Они пишут друг другу горячие и страстные письма, и Дэн в шутку предлагает Ларри встретиться лично. Он говорит ему, чтобы тот встретился с ним в океанариуме. Ларри приходит туда на следующий день, и по случайному совпадению там оказывается Анна. Он подходит к ней, и они обнаруживают, что Дэн сыграл с ним шутку. Он смущается, она веселится, и они начинают общаться. Четыре месяца спустя Дэн и Элис готовятся пойти на художественную выставку Анны. Мы также узнаем, что отец Дэна только что скончался, и Дэн собирается поехать на похороны в деревню после художественной выставки. Элис хочет пойти с ним и поддержать его, но он хочет побыть один. Они идут на выставку и видят фотографию, на которой Анна запечатлела Элис со слезами на глазах. Пока Элис рассматривает его, она встречает Ларри. Между ними происходит короткий разговор, в ходе которого Элис и Ларри слегка флиртуют. И она узнает, что Ларри и Анна встречаются, когда подходят и приветствуют Ларри. Во время разговора между ними Дэн явно все еще влюблен в Анну, и она рассказывает ему и Элис, как они с Ларри познакомились, и что они называют его Купидоном. Мы также узнаем, что книга Дэна провалилась, и он снова стал автором некрологов. Чуть позже Дэн усаживает Элис в такси возле здания, делая вид, что едет прямо на похороны. Но на самом деле он возвращается, чтобы снова поговорить с Анной. Спустя некоторого времени Дэн возвращается домой после работы и признается Элис, что он влюблен в Анну. Также он говорит, что их роман начался еще с выставки, и он ничего не может с этим поделать. Начинается скандал, и Элис собирает вещи. В слезах она спрашивает его, как он до этого дошел, почему он ее предал. Бывает у каждого в жизни момент, когда нужно выбирать перед тем, как устоять и не делать этого или сдаться. На что Дэн отвечает, что он просто влюбился. Элис выбегает из квартиры. Тем временем Ларри возвращается домой после командировки, где его уже ждет Анна, и как оказывается, они уже муж и жена. Когда Ларри начинает заводить разговор с Анной, то он чувствует, что что-то не так. Она тоже признается, что любит Дэна. Ларри также поднимает скандал. Он начинает на Анну кричать и в ярости начинает задавать вопросы интимной жизни Анны с Дэном, после чего выгоняет девушку. Шесть месяцев спустя Ларри заходит в стриптиз-клуб, чтобы выпить, и замечает Элис, которая работает там стриптизершей в облегающем топе и в розовом парике. Он договаривается с ней о приватном танце в номере. Она охотно отдается ему. После этого она флиртует, улыбается и говорит ему, что ее зовут Джейн Джонс. Ларри переживает из-за недавнего развода с Анной и расстраивается, что Элис играет с ним и не воспринимает его всерьез. Он говорит, что хочет переспать с ней, а она отвечает ему нет. Тогда он требует, чтобы она начала смотреть на него более интимно, и она выполняет его просьбу. Несколько месяцев спустя Анна спешит на встречу с Дэном на музыкальный концерт. Она извиняется за опоздание. Они садятся выпить, и мы узнаем, что ранее в тот же день она встретилась с Ларри, чтобы он подписал бумаги о разводе. Несколько минут спустя Дэн догадывается, что Анна переспала с Ларри в тот день, и он оказывается прав. Во флешбеке показана встреча, и Ларри говорит, что подпишет бумаги о разводе, если она переспит с ним в последний раз, и она соглашается. Анна говорит, что сделала это, чтобы покончить со всем этим, и что все, что получил Ларри, это ее тело. Дэн все еще расстроен. Еще несколько месяцев спустя, Дэн врывается в офис Ларри и со злостью сообщает, что Анна бросила его и вернулась к Ларри. Дэн пытается возразить ему и заявить, что во всем виноват Ларри, но Ларри рассказывает, что Анна так и не подала документы на развод. Она вернулась к Ларри, потому что она обречена на нестабильные отношения, потому что у нее депрессия, но он все равно любит ее и хочет быть с ней. Ларри сначала сердится на Дэна, но потом начинает его жалеть, потому что Дэн действительно разбит от горя и начинает плакать. Он говорит Дэну вернуться к Элис, и Дэн отвечает, что не знает, где она. Ларри рассказывает ему о стрип-клубе и уверяет, что он не спал с Элис, когда ее там видел. Когда Дэн собирается уходить, Ларри говорит Дэну, что на самом деле он спал с Элис. А я солгал. Я тахнул Элис. Прости, что сказал. Дэн идет в стриптиз-клуб и видит Элис, танцующую на сцене. Они оба смотрят друг другу в глаза и кажется счастливы снова увидеть друг друга. Элис и Дэн находятся в гостиничном номере недалеко от аэропорта Хитроу. Они выглядят очень счастливыми вместе. Она планирует вернуться в Нью-Йорк и решила взять его с собой в качестве подарка. Элис отмечает, что именно в этот день они впервые встретились на углу Лондонской улицы, что было 4 года назад. А Дэн замечает, как быстро летит время. Дэн спрашивает Элис, спала ли она с Ларри, и она отвечает, что нет. Он требует рассказать ему правду. В конце концов он выходит из комнаты за сигаретами и просит Элис рассказать правду, когда он вернется. По дороге он оборачивается и возвращается к Элис с цветком. Она говорит ему, что больше в него не влюблена. Она говорит ему, что перестала любить его только сейчас, потому что он все время твердил о Ларри. Наконец она признает правду. Они с Ларри действительно переспали той ночью после того, как столкнулись в стриптиз-клубе. Дэн говорит ей, что знал все это время и уже ее простил. Он говорит ей, что это не имеет значения, и он ее любит. Но она сыта по горло и просит его уйти. Она начинает кричать на него, и он дает ей пощечину. Потрясенный этой вспышкой насилие, Дэн уходит из номера. Элис возвращается в Нью-Йорк одна. В это же время Дэн остается в Лондоне. Он проходит мимо парка, где они встретились в первый день, и замечает на стене одно из имен Элис Эйрис. Вернувшись в Нью-Йорк, Элис проходит иммиграционный контроль. Мы видим, что ее настоящее имя в паспорте – Джейн Джонс, имя которое она назвала Ларри, когда он спросил ее настоящее имя в стрип-клубе. Она идет по оживленной улице Нью-Йорка, а затем переходит улицу вопреки сигналу не ходить. Напоминая нам о начальной сцене, когда она неосторожно перешла улицу в Лондоне, была сбита такси и встретила Дэна. Тем не менее, она возвращается в родную страну, чтобы встретить неопределенное будущее в одиночестве. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, а также подписываться на телеграм и ставить лайки.